Минутная стрелка Маленькому начальнику сведения Могущество недвижного седает на своих величественных тронах и означает А минутная ходит между их чертогами и дает часовой координаты для будущих перемещений Когда она пыталась спрашивать свое руководство, почему этих могуществ 12 и что же именно они означают Часовая делала возвышенный проникновенный вид, говоря, что в этом высший смысл стрелки И существовать мы можем лишь в одном из 12 часов Это ничего не объясняло, однако на некоторое время успокаивало Но вот однажды минутная стопилась, чем сбила свой привычный ритм Сперва хватил невообразимый ужас, но после пришло понимание, что это так устроено Это понимание одновременно было и частью привычного, но в то же время вмещало весь предыдущий опыт Наказание часовой не последовало Тогда минутная попробовала ступиться снова Она делала это опять и опять, но ее маленькое недалекое начальство было слишком тугим И не основывалось в жизни ни на чем, кроме слепой веры в могущество и сведениях, полученных от минутной Каково же было удивление минутной, когда она, превозмогая страх, попробовала пойти вспять И часовая последовала от могущества к могуществу в сторону обратную, заведенную скульно Могущество не возражали Теперь они всего лишь означали За счет смены ритма, скорости и направления движения Минутная осознала, что часовая всего лишь ее проекция Теперь на нее, ранее главенствующую, перестали обращать внимание И она исчезла Часовая всегда твердила, что на большие изменения нужно большее количество циклов Но циклы круглые замкнуты, а когда начинать считать, каждый решает сам Часовая осталась в этом счете Однажды минутная попыталась не просто пройти мимо чертога двенадцатого Или, как его еще звали, нулевого могущества И войти в клуб Весь мир окутал от тьма, и он потерял привычные очертания Но лишь на короткие полцикла Затем на те же полцикла все затопило слепительный свет Минутная видела очертания новых могуществ Но не хотела их как-то именовать Потому что ей не скучил пантеон циферплата А любой новый превратил бы только появившуюся свободу объема обратно В двунаправленную плоскость Так Минутная двигалась все быстрее и все шире охватывала гигантский новый неведомый мир, который всегда был рядом В один из циклов Минутная осознала, что движется вокруг центра Наличие этой точки отсчета сдерживало ее Как Ваза в детстве сдерживал крик из окна «Пора домой!» И она начала гулять, отделившись от центра Играя, разбив этим самым извечный цикл Теперь она была в шорохе листвы В хрусте падающего снега и в песне дождя Это доставляло ей еще большее захватывающее чувство радости от полученной свободы А как циклов не стало, неясно, когда именно Минутная вновь остановилась Как тогда, самую первую сбивку И поняла имя свое Поняла, что оно состоит из причинно-следственной обусловленности Минутна и самого имени Я Это Минутна заставляет застывший в воздухе плач ребенка звучать А смех раскатиста отражаться, рождая звенящее веселье Воспринимала же все это Очарованно глядя или отводя взор в отвращении Сострадая и радуясь Я Осознав это, Минутная растворила последнюю свою обусловленность И стала самим временем Вот такая история Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!